Вот такой вот агрегат попал в мое хозяйство. Частотомер электронно-счетный, Ч3-57. Передняя и задняя панели закрыты пластмассовыми крышками, которые никак не фиксируются на частотомере. Скорее всего, это транспортировочные крышки для укладки прибора в коробке. Снизу на передних ножках предусмотрена удобная откидывающаяся скоба для установки частотомера в наклонном положении. Прибор имеет не совсем обычный для частотомеров конструктив благодаря применению малогабаритных газоразрядных индикаторов и сокращению числа одновременно отображаемых знаков до 7 разрядов. Вот такой вот красавчик кирпичик весом почти 7 килограмм. Никакой пластмассы, только металл, в том числе драгоценный. На корпусе есть потертости, несмотря на то, что прибор с хранения, пломбы стоят заводские, четкие, с номером АТК. Имеется ртутный счетчик времени на работке, прибор отработал всего 150 часов, из них 50 – обычно начальное значение счетчика. Пройдемся по задней стенке. Щетчик времени на работке находится в верхней части, ниже под перфорированными крышками, радиаторы транзисторов блока питания. Греют они как черти в аду. Розетка SR50 переключается на выход встроенного опорного генератора или используется для подключения внешней опоры. Ниже расположен переключатель сетевого напряжения и сетевой предохранитель. Вилка для подключения питания имеет 4 контакта, контакты 1 и 2 – питающее напряжение, контакт 3 – заземление. Клемма корпусная для подключения отдельного заземления. Разъем для подключения пульта либо контроллера дистанционного управления прибором. Прибор имеет возможность программного дистанционного управления всеми переключателями, за исключением кнопок включения питания и ручного пуска. Ниже разъем для подключения внешнего регистрирующего устройства. Серийный номер и год выпуска частотомера. На шнур питания смонтирована соответствующая розетка с четырьмя гнездами для подключения сетевого шнура к разъему питания прибора. Шнур питания надежно фиксируется накидной гайкой. Переключатель использования внутренней или внешней опорной частоты. Выключатель внешнего сброса или пуска частотомера. Выключатель дистанционного или программного управления функциями частотомера. Отверстие для доступа к подстроечному резистору калибровки встроенного опорного генератора. Частота подстраивается благодаря изменению напряжения на варикапе в генераторе опоры. Посмотрим на переднюю панель. Тумблер включения сетевого питания. Врубаем сеть. После включения, до прихода первого импульса запуска счета, индикатор может выглядеть странно. После первого импульса запуска мы видим, что на индикаторе установились нули. Индикатор активности процесса счета импульсов. Индикатор работы в режиме измерения частоты, десятичная точка на индикаторе соответствует измерению в килогерцах. Индикатор работы в режиме измерения длительности импульсов в миллисекундах или микросекундах. Для наглядности переключу частотомер в режим измерения длительности, а потом обратно в режим измерения частоты. Регулятор времени отображения информации на цифровом табло прибора. Во время фазы отображения результата импульса пуска счета не формируется, за исключением случая ручного или внешнего пуска. Кнопка переключения между режимом накопительного суммирования и режимом отображения предыдущего результата измерения во время счета. Единичкой обозначено включенное состояние кнопок. Если это кнопка нажата, включается режим отображения суммирования. Кнопка без фиксации с изображением руки, ручной пуск. Ниже кнопка включения фильтра 10 МГц для канала А. Ноликом обозначено выключенное состояние кнопок. Если эта кнопка выключена, вместо отображения процесса счета на индикаторе отображается предыдущий результат. Кнопка ручного пуска в отжатом состоянии не влияет на работу. Это значок отключения фильтра на 10 МГц для канала А. Фильтр необходимо выключать при измерении частот выше 10 МГц. Органы управления канала А. Канал А используется для измерения частоты от 1,1 Гц до 100 МГц. Посмотрим поближе на органы управления по входу А. Входное гнездо SR50 под байонет. Кнопка включения входного аттенюатора. В нажатом положении включается ослабление 1 к 10, используется при амплитуде входного напряжения более 1 В. В выключенном положении сигнал передается без ослабления. Следующая кнопка переключает открытый и закрытый вход. Во включенном положении связь между источником сигнала и входом прибора гальваническая. В отжатом положении связь через разделительный конденсатор в 1,1 МФ. Кнопка с надписью 50 Ом подключает ко входу прибора внутреннее сопротивление 50 Ом для согласования при измерении на высоких частотах. Ручка потенциометра установки уровня срабатывания запуска счета по входу А, обратите внимание, что этой ручкой регулируется не уровень входного сигнала, а именно порог срабатывания триггера пуска относительно нулевой отметки. Перейдем к каналу В. Входное гнездо также ср-50 под баянет. Прибор измеряет по входу В, единичный и усредненный периоды сигналов синусоидальной или импульсной формы любой полярности в диапазоне от 1 мкс до 10 000 секунд. Кнопка включения входного аттенюатора входа В. В нажатом положении включается ослабление 1 к 10, используется при амплитуде импульсов более 1 вольта. В отжатом положении кнопки аттенюатора сигнал передается без ослабления, 1 к 1. Кнопка переключения открытого и закрытого входа. В нажатом положении кнопки связь между источником сигнала и входом прибора гальваническая. В отжатом положении связь через разделительный конденсатор в 0,15 мкФ. Далее кнопка выбора полярности входных импульсов. При измерении периода следования или длительности отрицательных импульсов кнопку нажимаем в случае положительных импульсов, соответственно отжимаем. Для синусоидального сигнала положение кнопки безразлично. Канал Б, так же как и канал А, имеет потенциометр установки уровня срабатывания. Ручку потенциометра устанавливаем в положение, при котором наблюдается устойчивый счет импульсов. Этот регулятор изменяет порог срабатывания формирующего устройства в пределах не менее плюс-минус 2 вольта. Под индикатором находится пятикнопочный переключатель времени счета в режиме частотомера и этим же переключателем переключаются множители длительности при измерении периода импульсов. Время счета может меняться от 10 секунд до 1 миллисекунды. При измерении по каналу Б этот переключатель определяет коэффициент усреднения измеряемого периода. Этот переключатель служит для выбора меток времени, фактически частот заполнения, при измерении периода и длительности импульсов. В режиме самоконтроля переключатель используется для выбора значений собственных опорных частот. Теперь пройдемся по переключателю режимов работы, представленному вертикальным рядом кнопок с правой стороны передней панели. Самая верхняя кнопка включает режим самоконтроля. При этом частотомер измеряет частоту собственных опорных сигналов, которые выбираются переключателем меток времени. Сейчас выбрана опорная частота 10 килогерц. Выберем опорную частоту 100 килогерц. Это средняя кнопка переключателя меток времени. На индикаторе отображается 100. Про единичку в хвосте расскажу потом. Переключимся на опорную частоту в 1 мегагерц. Буду переключать время счета. На индикаторе видим сдвиг разрядов вправо или влево. Снова контроль счета опорной частоты 10 килогерц. Следующий режим работы измерения частот от 1,1 герца до 100 мегагерц. В этом режиме прибор измеряет частоту сигнала, подаваемого на вход ААА. Далее кнопка период B. Включаем кнопку. При этом на индикаторе подсвечивается надпись миллисекунды. В этом режиме прибор измеряет единичный или усредненный период следования синусоидальных или импульсных сигналов, подаваемых на вход B. Включаем режим длительность B. При этом можем измерять длительность импульсов любой полярности от 1 микросекунды до 10 тысяч секунд. Следующая кнопка включает режим измерения отношения частот. Высшая из сравниваемых частот подается на вход ААА. Низшая из сравниваемых частот подается на вход B. Далее, она должна находиться в пределах от 0,01 Гц до 1 МГц. И наконец кнопка сумм, включающая режим счета числа электрических колебаний, подаваемых на вход ААА. Для демонстрации работы режима суммирования подам на вход ААА частотомера синус около 10 Гц. При выключенной кнопке отображения накопления суммы перехожу на режим работы, суммирования. Пока что на индикаторе отображаются предыдущие значения, для сброса счетчика суммы нажимаем кнопку ручного пуска. На индикаторе устанавливается нулевое значение. Включаем кнопку отображения суммирования. Начинается процесс подсчета колебаний синусоидального сигнала, поданного на вход ААА частотомера. Для завершения или приостановки процесса суммирования надо отжать кнопку отображения суммирования. При этом индикатор перейдет в режим фиксации отображения подсчитанного значения. Если снова нажать кнопку отображения суммирования, то счет продолжится с зафиксированного числа. Для начала новой процедуры подсчета колебаний нажимаем кнопку ручного пуска. Покажу конструкцию разъема сетевого шнура. Этой накидной гайкой разъем со шнуром надежно прикручивается к корпусу частотомера. Гайка на корпусе разъема соединяет две его половинки и имеет обратную, левостороннюю резьбу. Если располовинить разъем, видно к каким контактам припаян шнур, это контакты номер 1 и 2. Третий провод не использован, так как шнур двухпроводной. Вот контакты, к которым припаиваются сетевые проводники шнура. Перед откручиванием гайки фиксатора шнура надо сначала ослабить винты, которыми шнур прижимается к хвостовой части, иначе можно перекрутить шнур и выдрать концы. На передней панели, клеймо государственного поверителя, так как год изготовления совпадает с годом на клейме, это первичная поверка прибора, его первая и единственная поверка. Сравнение габаритов передней панели с миливольтметром V356, производство завода Punani Red. В комплекте с прибором получил техническое описание и инструкцию по эксплуатации, со схемами всех узлов и общей схемой соединения блоков. Также имеется формуляр с перечнем всех деталей с указанием содержания драгоценных металлов в каждый итоговый вес. Откроем страницу с результатами проверки прибора. Параметры, которым должен соответствовать прибор, и фактическое значение замеренных при проверке параметров. Штамп отдела технического контроля и подпись контролера. На следующей странице свидетельство о соответствии прибора техническим условиям и результат прохождения государственной поверки. Дата выпуска прибора – 1985 год, декабрь. Конец квартала и конец года, но качество не пострадало. Личное клеймо поверителя совпадает с клеймом, проставленным на передние панели прибора. А вот и перечень содержания драгоценных металлов. На этом краткий обзор завершаю. В следующий раз дам примеры проведения измерений в разных режимах этим агрегатом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова